Привет и это Эксперименты! Сегодня буду скрещивать близнецов. Будут ли дети идентичны родителям, либо они будут просто похожими? Сегодня мы это узнаем и если ты еще не вступил в мою армию, то будь ласка, подпишись на мой канал, потому что до 100 тысяч подписчиков осталось всего лишь 13 300. Я просто надеюсь на каждого из вас и давайте начнем этот эксперимент. Если вы хотите, чтобы эксперименты выходили чаще, то давайте наберем 1000 лайков под этим роликом. И вот, ребятки, наши разнополые близнецы. Конечно, между ними нету никаких родственных связей, можно сказать, что они просто разнополые клоны. И, допустим, вот мужчина, а вот женщина. И им пора сделать отношения, чтобы они сделали маленького ребенка и посмотрим. Думаю, что стоит сделать, наверное, двойняшек разнополых. Очень интересно, что в итоге получится. И ты куда побежал? Нет, куда плавать? Нет, нет, нет. Мы сейчас проводим эксперимент и плавай ты уж точно не пойдешь, ты пойдешь сейчас заводить ребенка. Сегодня будет прорыв в экспериментах и мы узнаем, какие же дети у них родятся. Очень интересно. Конечно, мужчины и женщины-близнецы, они отличаются фигурой. Также, возможно, почему-то одинаковый нос у мужчин и женщин смотрится как-то по-разному. Поэтому давайте мы уже сделаем маленьких детей. И что она болтает, там непонятно вообще, я ничего не могу понять. Давайте быстрее делайте детей. Первый поцелуй, да, то, что нам нужно прямо сейчас. И потом будет доступное действие зачать ребенка. Итак, у нас тут есть кроватка, поэтому сейчас мы это сделаем, зачать ребенка. Я думаю, что стоит потом сделать также, знаете, и однополых двойняшек, чтобы как раз-таки все это проверить, потому что это реально очень интересно. Я сделал данных персонажей в кассе, то есть там можно сделать брата-близнеца или сестру-близнеца. Так что, в принципе, все должно быть правильно и все должно работать. Итак, сейчас я ускорю и мы посмотрим, кто же родится у данных близнецов. Это реально просто какой-то безумный эксперимент, но все-таки, ребятки, мы должны узнать, что будет в итоге, потому что это очень интересно. Итак, у нас тут один мальчик, потомство. Давайте сделаем вот так. Фаза беременности, роды. Я думаю, что пора сделать маленького ребенка. Так, покупаем нашу кроватку. Отлично. Ну и теперь родите ребенка. Да, то, что нам нужно. У нас будут двойняшки, поэтому давайте же посмотрим на них. Какими же они будут? Наверняка они точно будут сейчас похожими на родителей. У них будет такой же цвет кожи, такой же цвет глаз, такой же цвет волос. Я в этом не сомневаюсь. Хотя дети, да, они полностью одинаковые. Нужно будет сейчас сделать их старше или нет? Постойте, давайте мы сейчас снова сделаем ребенка. Сейчас мы сделаем, может быть, одного ребенка, да? Или сразу двоих, чтобы... Что было поинтереснее? Что было больше детей, было больше возможностей, больше вероятностей. Поэтому просыпайся, смотрим. МС-беременность. Фаза беременности, роды. Также делаем сейчас, допустим, две девочки, да? Ну и все, в принципе. Теперь нам... А, нет, хотя кроватку можно не покупать, потому что кроватка у нас и так уже имеется. Поэтому сделать старше. Давайте посмотрим. Это наша маленькая девочка. Посмотрите. Ну да, цвет глаз такой же, цвет волос такой же. В принципе, это неудивительно, потому что дети наследуют генетику именно от своих родителей. Но вот что интересно. Это работает 50 на 50? Типа 50 от папы, 50 от мамы? Или как это вообще работает? Или есть какая-то другая вероятность? Либо там мальчики больше похожи на мам, или мальчики больше похожи... Или как там, подождите? Или девочки больше похожи на пап. Короче, я не знаю, как это работает. Но, ладно. Хорошо, я ускоряю. И Андриен. Андриен. И также Милей. Отлично. Все. Теперь я думаю... Что? Так, а мне показалось, что мы потеряли ребенка, но нет, он появился здесь. Сделать старше. Также давайте сделаем старше просто всех детей, которые у нас тут есть. Так, можно? Надеюсь, что не будет им трудно подойти к кроваткам. Так, сделать старше. Ангелочек, конечно. Ну да, все дети одинаковые. Никаких сбоев в генетике я пока что не вижу. У всех одинаковая кожа, у всех одинаковые волосы. В принципе, все как бы нормально, адекватно. Так, остался только один ребенок, поэтому сделать старше. Ну. Отлично. Независимый у нас ребенок. И теперь, теперь что нам делать? Я думаю, что нам нужно испечь торт, чтобы сделать их старше и уже начать смотреть на их генетику. Я делаю все это через торт, чтобы не было никаких багов в генетике, потому что с помощью командного центра или еще с помощью чего-либо можно получить нежелательные баги. А вот торт, с ним все чисто, с ним все хорошо, поэтому именно через него мы сейчас будем делать старше наших маленьких детей. Вот, кстати, и они. У нас четверняшки, если так можно сказать. Они все полностью одинаковые, как я могу заметить. Даже вот не различишь. Посмотрите, девочки и мальчики, все похожие. Цвет глаз тоже, кажется, у всех полностью... Хотя, постойте-ка. Зеленый цвет глаз. Что? Я думал, что никаких сбоев в генетике не будет, но при этом я вижу очень зеленые глаза. Или мне кажется, может быть, это так свет падает. Непонятно, но кажется, что-то тут не так, ребятки. Что-то тут явно не так. Это страшно. Очень страшно, что происходит. У них одинаковые глаза, ведь так? Или я сам уже что-то напутал с глазами и ошибся. Но я сделал прям близнецов-близнецов, поэтому у них одинаковые глаза. Но у детей какой-то пошел сдвиг в генетике. И все-таки, видимо, неидентичные дети получаются. У меня аж голос пропадает. Неидентичные, как я могу заметить. Потому что зеленые глаза, боже. Вау. Я думал, что такое все-таки невозможно. Но глаза при совмещении могут давать совершенно новый цвет. Вы понимаете? Более яркий. Это просто... Вау. Это просто белиссимо. Это здорово, что глаза могут как-то смешиваться. Потому что в жизни реально такое возможно. Что даже у двух кореглазых родителей может родиться, допустим, голубоглазый ребенок. Да, такое возможно. И это, ребятки, круто, что даже в Симсе есть вот такое. Я не знаю, возможно ли в жизни, что у двоих родителей, у которых неяркий зеленый цвет глаз. И у них может родиться ребенок просто с ярким цветом глаз. Вот таким зеленым. Прям. Я не знаю. Но сейчас мы еще проверим. Сейчас мы будем их делать старше. Поэтому добавить свечи на торт. И давайте мы сейчас поможем задуть свечи нашим детям. Да, мы каждого сейчас будем делать старше. Будем как раз таки одновременно и наблюдать за генетикой. Кажется, именно он. Адриен. А, это девочка. Да, это девочка. Хорошо. Адриен, Адриен. У нее прям зелен... Она прям зеленоглазая. В отличие от остальных. Сейчас посмотрим, кстати. Жизненная цель, допустим, интеллект. И... Да, у нее реально прям зеленые-зеленые глаза. Так. Думаю, что подростков можно сделать. Так, добавить свечи на торт. И... Подожди, никуда не уходи. Что с моим голосом, боже? Загадай желание. Давай-ка сразу становись подростком. Главное, чтобы никто не съел торт. Потому что я знаю, что Сима очень такие проказники. И... Допустим, так. Спорт. Смотрим. Ну, да. Она очень сильно похожа на мать. Прям, наверное, копия. Даже по фигуре. Посмотрите. Даже по фигуре. Жесть. Ну-ка, добавляй свечей. А теперь давайте поможем задуть свечи сразу. Ой, боже, кто такие? Нет. Милей. Следующий у нас Милей. У остальных я пока что не наблюдаю никаких изменений в генетике. Кажется... Боже, что со мной? У остальных, кажется, все в порядке. Или у него тоже зеленые глаза? Неужели у всех просто очень яркие зеленые глаза? Не может быть такого. Давайте посмотрим. Интеллект. Все дети у нас будут просто умными. И кажется, у него тоже зеленые глаза, да? Да ладно. У тебя тоже зеленые глаза? Ярко-зеленые. В отличие от их родителей. Посмотрите. У них слабо-зеленые глаза. Слабо-зеленые? Так вообще можно говорить? Можно, пожалуйста, загадать желание? Так. Это пока что очень странно. Потому что я не понимаю, что происходит. Но в остальном плане, кажется, они все идентичные. А, это опять девочка. Это снова девочка. Посмотрите. У двух девочек одинаковые глаза. Они просто вот близняшки. Просто близняшки. Что у нас тут? Добавить свечи на торт. Осталось сейчас совершенно два ребенка. Поэтому Нимди Сен. Нимди Сен. Вау, какое интересное имя. Нимди Сен. Что я такое вообще впервые слышу? Как будто кто-то просто буквы совместил. И получается имена. Но возможно такое имя реально есть. Потому что, ну, не из неба же взяты имена. Правильно. Добавить свечей на торт. Главное, чтобы никто его не съел. Загадать желание. Какие же у нее глаза, интересно? Сейчас мы посмотрим. Так, спорт. Ну-ка, почему так много девочек? Вот у нее, кстати, не зеленые глаза. Или это все из-за света? У нее глаза как у матери. Да, у нее слабо-зеленый цвет глаз. И остался еще один ребенок. Добавить свечей на торт. И помочь задуть свечи Федерига. Федерига. Блин, замечательное имя. Федерига. Федерига. Так, смотрим. Смотрим на этого маленького мальчика. Кто он у нас? Виртуоз, как мы можем заметить. И осталось еще один раз задуть свечи. И все, мы отправляемся в касс, чтобы на них посмотреть. Я очень надеюсь, что никаких прям таких сильных багов не было с генетикой. И все будет замечательно. Смотрим, какой у него цвет глаз. Ну-ка, покажись нам. Постой, повернись. У него такой же цвет глаз, как у матери и отца. Странно, очень странно, что у этих зеленый цвет глаз. Так, ладно, хорошо. Давайте мы отправимся сейчас в касс и начнем уже смотреть на наших детей. Это будет безумно интересно. Я думаю, что дети просто идентичны родителям. Возможно, какие-то сдвиги в генетике все-таки есть. Потому что мы уже можем заметить, что цвет глаз поменялся. Он стал более ярким. И как раз-таки сейчас мы это докажем. Давайте посмотрим. Вот цвет глаз нашей матери. Как видите, вот здесь вот четвертая. Хорошо. Смотрим теперь на цвет глаз вот этих двойняшек. Можно посмотреть. У нее уже третья. Видите? Глаза стали более ярче. Просто охренеть. И если посмотреть, то... Блин, ребятки. Кажется... Кажется, кажется... Поставь, а ты можешь? Можно убрать вот это все? Потому что так непонятно. Ну, так как она подросток, я думаю, что когда она вырастет, то она будет... Хотя глаза... Вот что-то с глазами не так, как вы видите. Или нет? Нет, глаза матери. Глаза все-таки матери. Нос. Вот насчет носа я не уверен. Я думаю, что все-таки... Нет, ребятки, постойте. Мы рано смотрим. Потому что подростки как-то странно выглядят. Нам нужно сделать их еще старше на... На одну ступень. Так что сейчас снова все пройдут этот обряд. И... Мы сделаем их молодыми. Да, так будет более правильнее, я думаю. Так что давайте сначала мы сделаем их... Сделаем их молодыми. Добавить свечей. Кто там остался? Давайте, ребятки, сразу же загадать желание. Посмотрим. Так будет намного интереснее. И... Она у нас дитя океана. Но она... Она худая. Посмотрите, она худая как отец. Но при этом... Почему... Почему мать? Это странно. Почему... Они... Они ведь близнецы. Но почему... Вес не передался ему? Странно. Он, кстати, болеет чем-то. Давайте посмотрим, кто у нас дальше. Вот ты, пожалуйста. Добавить свечи на торт. Кстати, у них даже прически одинаковые. Почему так? Давайте, еще. Еще, еще, еще. Загадывай желание. Посмотрим, кто ты у нас. Романтик. Дальше. Следующий ребенок. Не бери торт. Только не бери торт, пожалуйста. Сразу добавляй свечей и загадай желание. Еще одна девочка. У которой нет, кстати, отклонения от генетики. Но при этом... Она очень похожа на мать. Очень похожа на мать. Просто ее копия. Как будто это ее... Сестра-близняшка. Вот серьезно. Я не понимаю, как это работает, но... Видимо, работает как-то так. Так, все. Все-все-все, отлично. Ну и теперь отправляемся снова в касс, чтобы посмотреть, какие же все-таки дети. О, боже. Что происходит? Изменить персонажа, пожалуйста. Давай. Давайте глянем. Самое интересное. Мы уже поняли, что дети не рождаются идентичными. Потому что это уже неправильно, так как цвет глаз все-таки различается. Посмотрите. Да? Вот. Нос, кстати, посмотрите, тоже какой-то необычный. Давайте посмотрим на первого ребенка. Это Нимди Сен. И у нее нос маленький. Я не понимаю, как такое возможно. Вы понимаете, что все-таки, все-таки, дети не полностью наследуют генетику от родителей. Потому что здесь нос совершенно другой. Губы, возможно, мамины. Но нос точно не мамин. Вот прям точно. Сейчас можно даже глянуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может быть, он и мамин, но он как-то изменен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, это нос мамы. Но при этом он какой-то маленький. Насчет глаз, кстати. Ну, глаза, цвет глаз, да, как у матери. Но вот насчет... Можно убрать это все, пожалуйста. Размер глаз, в принципе, тоже. Ну, просто она даже по фигуре похожа. Да, фигура одинаковая. Хорошо. Вот только нос меня, если честно, убивает. Потому что у всех он какой-то разный. Ну, кстати, вот подбородок. Можно посмотреть на подбородок? Да, как у отца. Как у отца нос, губы. Блин, я не понимаю. Только нос. Только различия. Нос и все. Все остальное, как бы, все правильно, все. Они полностью одинаковые, если вы можете заметить. Даже можно будет сделать такую же прическу, как у матери. И все. Они будут одинаковыми. Так, где это? Вот. Посмотрите. Просто копия. Как будто копия. Кроме носа. И, может быть, она чуть худее. Может быть. Так, давайте посмотрим здесь. Он на отца, в принципе, похож. Глаза такие же, губы такие же, подбородок такой же. Вот только нос чуть меньше, чем у отца. У отца он более шире, как мы можем заметить. Почему только нос дает сбои? Я не понимаю. Она вообще худая. Она худая, как отец, скорее всего. Вау. Да, фигура у нее отца. Давайте посмотрим, кстати. Ой, куда я зашел? Можно посмотреть? Сейчас. А здесь нельзя посмотреть фигуру. Ну ладно, хорошо. Ясно. Фигура у нее какая-то очень особенная. Никого такой нет. Видимо, она просто худая, как отец. Вот и все. Что у нас тут? Здесь тоже худая девочка. И что по внешности? Опять же, маленький нос, глаза такие же, губы такие же, подбородок, кстати. У нее тут есть какая-то ямочка. А у нее есть? У нее тоже есть. Так что все хорошо. Но, кстати, у этой я не заметил. А нет, тоже есть. Ладно. Дети как будто, знаете, близнецы. Это не их дети, а как будто они реально просто близнецы. Но при этом здесь у нас другой цвет глаз. Более такой ярко-зеленый, как можем заметить. Маленький нос. Почему-то ни у кого нет большого носа. Странно. Ни у одного из ребенка. Нет большого носа, как у родителей. Что с ним стало, я не знаю. Это какой-то сбой в генетике произошел. Либо, в принципе, мне кажется, так интереснее, что генетика меняется, что она видоизменяется, и дети рождаются прям неидентичными. И это хорошо. Это реально хорошо. Можно, пожалуйста, только убрать всю эту косметику. И вот, ребятки. Да, дети идентичные. Нет, не идентичные, а похожие. Вот. Идентично это будет неправильно. Вот эти дети, возможно, идентичные. Возможно. Опять же, нос. Только проблема в краске нос, да, у нас. Только нос. В остальном плане, только вот фигура еще. Фигура странная. Как у отца получается, да. И девочки как у отца унаследовали. И я думаю, что стоит сделать вывод, что дети не идентичны родителям. Несмотря на то, что это близнецы. Прям близнецы-близнецы. Но все-таки дети различаются. У них есть какой-то сбой в цвете глаз. Также... Ну, не сбой, это неправильно. Просто какое-то смешение, видимо, или еще что-то. И дает совершенно новый цвет глаз. Также видим, что нос совершенно другой. А вот насчет губ я не знаю. Губы у всех пухлые. У всех одинаковые. Поэтому здесь как бы все, да. Здесь все понятно. Я думаю, что на этом мне уже пора заканчивать данный эксперимент. Надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Так заглядывайте в мое сообщество. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока!